К сожалению, у пациентов с хроническими нарушениями сознания, с вегетативным состоянием, состоянием минимального сознания, прогноз в плане восстановления сознания не очень хороший. Очень небольшое количество этих пациентов выходит в осознание, и этот процент зависит от ряда факторов. От того, какого характера была ситуация, которая привела к развитию комы и дальнейшим хроническим нарушениям сознания. Считается, что пациенты, перенесшие травму головного мозга, восстанавливаются немного лучше, чем пациенты, которые перенесли, например, остановку кровообращения или отравление каким-то веществом. Видимо, это связано с тем, что в последних ситуациях страдает большее количество нейронов коры головного мозга. Очень многое зависит от наличия таких факторов, как, например, эпилептическая активность уже у пациентов, которые находятся в коме или выходят из нее. Считается, что это один из неблагоприятных факторов. В целом, восстановление сознания у пациентов с хроническим нарушением сознания считается наиболее вероятным в течение первого года. Пусть в течение первого года в осознание выходит, как правило, до 20 процентов таких пациентов. Но это не значит, конечно же, что такие пациенты не требуют методов лечения и ухода. Само собой, они нуждаются в адекватном поддержке их жизнедеятельности. То есть, они нуждаются в адекватном кормлении, для чего им, как правило, устанавливаются гастростомы, чтобы они получали достаточное количество питательных веществ. И это позволяет избежать проблем, связанных с установкой назогастрального зондаря. Они нуждаются в адекватном уходе в плане профилактики тех же пролежней или проблем, связанных с длительной обездвиженностью и так далее. Все эти базовые вещи, которые при их должном выполнении помогают сохранить такому пациенту жизнь на протяжении многих лет. Что касается методов, которые направлены непосредственно на восстановление сознания, то над этой проблемой врачи и специалисты работают, наверное, на протяжении всего того периода, когда пока не изучают состояние хронических нарушений сознания. Считается, что таким пациентам необходимо создавать, скажем так, воздействие на все доступные органы чувств, чтобы попробовать пробудить, как считается, их спящий мозг. Эта теория бытовала довольно длительное время. Таких пациентов стимулировали всеми возможными способами. Им включали музыку, им показывали значимые для них картины или фотографии близких людей. Не стимулировали даже органы вкуса, то есть на язык капали лимонный сок или какие-то горькие вещества. Все эти методы направлены на то, чтобы увеличить поток внешней информации, информации из внешней среды к нейронам головного мозга, к коре головного мозга наших пациентов. Насколько это эффективно, судить сложно, потому что, к сожалению, не было проведено хорошо контролируемых исследований этого вмешательства. Но, тем не менее, считается, что лучше это делать, чем этого не делать. Особенно учитывая тот факт, что, как мы говорили, часть пациентов вполне возможно на самом деле находится, если не в сознании, то, по крайней мере, могут воспринимать какую-то информацию из окружающей среды. И чем больше будет поступать ее к ним, тем будет лучше для них. Само собой, такие пациенты нуждаются в двигательной реабилитации. Не только в плане профилактики каких-то осложнений, контрактур суставов и так далее, но и показано, что это тоже способствует более частым и более быстрому восстановлению сознания. Что касается медикаментозных методов лечения таких пациентов, то был протестирован целый ряд препаратов, которые были направлены на то, чтобы восстановить сознание у этих больных. Среди них были и психостимуляторы, и совершенно парадоксальным эффектом, как оказалось, обладает один из снотворных препаратов зоопедем, который у ряда пациентов в сериях исследований вызывал кратковременное улучшение уровня сознания. Но, к сожалению, опять-таки, таких пациентов было немного и привести какой-то хороший, достоверный, значимый контроль, их улучшение не представлялось возможным. Исследовался препаратом НТ-1. Это, наверное, один из наиболее изученных препаратов, который способствовал улучшению уровня сознания у этих пациентов, но, к сожалению, это улучшение также было не очень длительным. В целом, попытка найти какие-то препараты, которые способствуют восстановлению, созданию этих пациентов, они не прекращаются до сей поры. Но по мере развития технологии больше всего внимания в последнее время стали привлекать методы неинвазивной стимуляции головного мозга. О чем идет речь? Речь идет о том, что если мы говорим о хронических нарушениях сознания, как о синдроме разобщения между различными сетями, различными отделами коры главного мозга, то логично будет предположить, что мы можем постимулировать какие-то из этих зон, чтобы восстановить связанность нарушенной в результате травмы или инсульта или какого-другого события. Одной из первых методик стимуляции была глубокая стимуляция головного мозга, которая известна еще в 60-х годах прошлого века. Она заключается в том, что пациентам имплантировали электрод в область таумуса, как правило, стимулили централуминарные ядра таумуса. И известно несколько случаев, когда на фоне включения стимулятора у пациентов действительно улучшался уровень ГОСТа. После выключения стимулятора уровень ГОСТа опять снижался. К сожалению, опять-таки, данных по использованию этой методики накоплено не так много. Она является инвазивной, то есть она сопряжена с нейрохирургической операцией и всеми связанными с ней осложнениями. И, само собой, она не идет на какой-то поток, используется нечасто. Но, тем не менее, это одна из довольно перспективных методик, потому что она именно воздействует на связь между таумусом и корой, непосредственно стимулируя таумус. Сейчас же больше используются неинвазивные методики стимуляции. Одна из них – это транскральная магнитная стимуляция, но не в диагностическом плане, а именно в лечебном, когда наносится не один импульс, а целая серия импульсов с определенной частотой. То есть при помощи магнитного поля стимулируются нейроны коры головного мозга. В зависимости от того, с какой частот они наносятся, считается, что это воздействие оказывает либо стимулирующее, либо, наверное, подавляющее влияние на кору головного мозга. То есть либо оно способствует возникнению потенциала действия нейронов, либо, наоборот, угнетает возбудимость нейронов. Проведено не так много исследований на данный момент этой методики. Стимулируются, как правило, моторная кора, то есть доступная для воздействия магнитного импульса. Было показано, что есть, опять-таки, небольшие и кратковременные улучшения у пациентов, которые находятся в состоянии минимального сознания, в отличие от пациентов с вегетативным состоянием. Другой методикой является транскральная стимуляция постоянным электрическим током. Когда пациенту накладывают на определенную область скальпа электрод, катод или анод, который тоже обладает либо стимулирующим или ингибирующим влиянием, и нейроны, на которых оказывает воздействие постоянный электрический ток, они также моделируют свою активность. Помимо этого изменяется активность ионных каналов и некоторых рецепторов нейронов. Все это, как считается, способствует, опять-таки, восстановлению кортикокортикальных связей, которые нарушены в результате событий, вызвавших хроническое улучшение сознания, и таким образом восстанавливается целостность сетей коры головного мозга. Эти исследования проводятся на более крупных популяциях пациентов. Результаты их, в общем, можно назвать достаточно обнадеживающими, поскольку у пациентов в состоянии минимального сознания также отмечается кратковременное, но значимое улучшение их статуса по мере применения транскральной стимуляции постоянным электрическим током. Длительность этого улучшения зависит от того, какое количество сеансов стимуляции было проведено. Чем больше их, тем дольше, считается улучшением. Но, к сожалению, эффект от нее тоже не очень выраженный, хотя и значимый, и достаточно кратковременный. И одно из последних исследований, которое было публиковано в начале 2018 года, в нем изучалась доступность применения стимуляции постоянным электрическим током на дому. То есть пациентам и их родственникам выдавали стимулятор, и они сами проводили процедуру дома, поскольку она не требует каких-то специальных установок и каких-то особых навыков, в отличие от транскральной магнитной стимуляции. В целом этот метод является, наверное, наиболее перспективным, и больше того, он тоже укладывается в концепцию разобщения нормальных нейрональных связей у пациента с хроническими нарушениями сознания. Кроме того, нужно упомянуть о методах, которые позволяют коммуницировать этим пациентам с окружающими. Речь идет о интерфейсе человек-компьютер, брейнекомпьютер-интерфейс. Эти методики, которые основаны либо на записи электрической активности головного мозга и условно расшифровки ее, либо на оценки уровня кровотока головного мозга и опять-таки оценки реакции пациента в зависимости от уровня кровотока. Они, конечно, не могут в полной мере служить коммуникатором между человеком с хроническим нарушением сознания и окружающим миром, но эта функция доступна, пожалуй, только у пациентов, выходящих из состояния минимального сознания, то есть которые находятся на грани между практически нормальным уровнем сознания. Но, что интересно, у пациентов в вегетативном состоянии использование этих методов позволяет более точно, более глубоко оценить, насколько нарушено их сознание. В целом, можно сказать, что пока какого-то универсального способа восстановления сознания этих пациентов не найдено, но мы надеемся, что будущее в этом плане лежит за нейростимуляцией таких пациентов.